Женское и мужское сознание исследовали не один раз. Но пока твёрдо можно сказать только то, что разница в их поведении заложена на биологическом уровне. Мы воспринимаем мир и друг друга по-разному. Мужчины могут оплодотворить за месяц огромное количество самок и сделать всех их счастливыми. Но при этом абсолютно не заботиться о своих детях. То есть это уровень отношений, как между двумя мышами примерно. Интеллекта для этого нужен примерно столько же. Наталья Гажа – модель и одна из победительниц конкурса «Мисс Бикини мира». Совсем скоро эта красивая девушка в короткой юбке вернётся в эксперимент и проверит мужчин на верность. Ведь инстинктивно люди оценивают репродуктивный эффект, который может быть достигнут подсознательно, конечно. Убирается, может быть, менее яркая, но более репродуктивная, надёжная самка. Поэтому зачастую страшненькие, серенькие мышки, они обладают большим репродуктивным успехом. А яркие красавицы остаются одинокими. Она милая сама по себе. Образ Лилии очень яркий, без сомнения, но просто на глазах он тускнеет в памяти наших участников. Ольга, которую изначально по фотографии назвали самой непривлекательной, покоряет всё больше мужчин. Которая в красном, она как-то ярче, естественно. И у неё какие-то быстрые палатки, быстрый танец. А вторая девушка в очах, которая то, что-то такое нежное было, что-то лёгкое. Если бы они только созерцали, скажем так, и их никто до них не дотрагивался, не было бы тактильных ощущений, то они бы выбрали тогда по зрительному или обонятельному принципу. А поскольку сюда примешалась ещё древнейшая и очень мощная система тактильного контакта, когда люди входят в физический контакт друг с другом, конечно, это сильно очень влияет, и это оказывает колоссальное воздействие, зачастую большее, чем остальные чувства вместе взятые. Однако есть мнение, что для мужчин существует нечто более важное, чем внешняя привлекательность. Завоевать его можно и не обладая яркой внешностью. Мозг представителя сильного пола действительно в первую очередь ловит визуальные сигналы. Но оказывается, такая же сильная реакция возникает у мужчины момент прикосновения. Вы обращаетесь в данном случае к древнейшему сенсорному механизму нашего тела, потому что механический контакт с внешней средой возникли ещё до того в животном мире, как у нас появились глазки, ушки и обонятельная система. То есть после механических раздражений, то есть после механической сенсорной системы возникло обоняние. То есть, соответственно, если контакт физический такой, нежный, достаточно развит, то он может конкурировать с чем угодно. Конечно, современные девушки могут одеваться откровенно вне зависимости от гормональных сигналов. Но, как показывает наш эксперимент, большинство из них интуитивно идут на поводу у своего организма. Выбор одежды – это сплошной набор обезьянных инстинктов, которые позволяют повысить вероятность репродуктивного успеха для женщин. Каблуки удлинения бедра голени, вот эта лохматая одежда, распущенные волосы. Декольте – это обязательно. Надо показывать всё время коленки, грудку, локотки обязательно. Потому что кожа должна быть чистая и хорошая, потому что… А грудь развесистая. Это опять обращение к чему? К самым низвенным животным инстинктам. То есть, это уровень отношений, как между двумя мышами примерно. Интеллекта для этого нужно примерно столько же. В итоге утверждение, что на работе мужчина делает лишь профессиональный выбор, не проходит проверку экспериментальным путём. Проблема заключается в отношениях мужчин и женщин, что ни один, ни другой не понимает, почему так принимает решение. Вот в чём дело. И всё это бывает химия, инстинкт, это впечатление, бизнес-опыт, опыт контактов с людьми и прочее. Чушь – это собачье. В основном инстинктивное поведение, которое более-менее корректируется в зависимости от жизненного опыта, оно всё равно одно и то же. Последние 200 тысяч лет ничего не меняется. По сути, эти девушки подтверждают, что напористый характер привлекает больше галантности. Однако эндокринологи и психологи готовы с этим поспорить. Если бы вы взяли, например, совершенно обеспеченных полковников, женщин, полковников ФСБ, женщин с уровня полковников налоговой полиции, женщин с уровня полковников таможенной службы и прочие всякие замечательные должности, которые гарантируют бутерброды и очень длинную колбасу, и эти женщины были бы одиноки, и вы бы пустили бы к ним двух мужиков, один мягкий, нежный, заботливый, другой жесткий, самостоятельный, твёрдый, вот эти бы все женщины выбрали бы мягкого и домашнего, чтобы он собакой гулял и канализацию чинил. Понятно? А те, кто, значит, вы берёте женщины совершенно определённых, которые ещё думают о своей личной жизни, своей, так сказать, обеспеченности, они, конечно, будут выбирать того, который будет колбасу добывать самец. Не важно, что он сдохнет скоро, главное, чтобы он её много добыл, там можно и следующего завести. Это вопрос репродуктивной оценки перспектив будущей жизни. И они уйдут через систему самовоспроизведения, воспроизведения, систему размножения. Естественно, мягкий, нежный, заботливый даже самец, который не будет добывать колбасу, кому он нужен? Он бесперспективен. Естественно, они будут... Такой самец может быть востребован только уже у тех, кто решил свои все проблемы, в том числе финансовые. А тот, который жёсткий, который, значит, кусачий, который будет добывать кусок мяса и переносить его в дом хотя бы частично, не только к любовнице, но и к жене. А он, конечно, пользуется большим успехом. Потому что он будет биться за жизнь и повышать репродуктивный успех женщины. Поэтому выбор. Тут опять сплошной инстинкт, инстинктивная простая вещь. Понимаете, логика какая? Есть формула у бизнесменов всех. Бабы-дуры. Но ты что будешь выбирать-то? Ты будешь выбирать более-менее мягкую, которую тебя спросят три раза, прежде чем сделать глупость? Или ты возьмёшь, которая будет уверена в себе, дурища, и которая наделает столько дел, что ты потом не будешь знать, как разгребёшь? Вот чувство безопасности элементарной, из-за женской как раз, из-за женской упёртости, из-за женской зависимости от гормонов, из-за женской навязчивых идей, которые постоянно у женщины возникают, которые с ними борются всю жизнь. Из-за этого этот бизнес очень опасен. А подготовленный человек с такими чудовищными характеристиками в голове, он просто социально опасен. Всё было круто. Давай, давай, давай! Ну, конечно, они завелись. Конечно, чисто животные, конкуренция, и, собственно, женщины решали проблему самооценки. Это очень важно, потому что они понимали, что если они здесь начнут уступать сами внутри себя, то в дальнейшем они могут там проиграть вот эту вот бескомпромиссную животную борьбу за выживание. Это биология в чистом виде. Я не понимаю, чего тут человеческого. Смелости-то никакой нет. Есть глупость, оборвалась бы эта тарзанка. И было бы несчастье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!